Вам были даны ряд поручений, для решения которых установлены сроки. Это в основном текущий год. Как выполняются эти поручения? Ну, к примеру, по 558-му авиаремонтному заводу, по Оршанскому авиаремонтному заводу, по Барановичу Орше, естественно, и по техникой связи, так называется у нас предприятие в Баране. Это, к примеру, но поручений было не одно, особенно когда мы смотрели новые системы вооружений, как реализуются эти поручения, потому что они в основном связаны не только с восстановлением деятельности существующих предприятий, они связаны и с выпуском новейших образцов вооружений, которые мы способны сегодня создавать. Проблема, которая меня волнует, это ракетостроение. Мы создали среднюю ракету. Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет. И на основании той базы, которая у нас существует, на основании опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республикой, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения, хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и как решаются те задачи, которые были поставлены. Я, конечно, не хотел бы, чтобы сегодняшний ваш доклад прозвучал как некое бряцание оружия. Вы знаете, что в фокусе внимания оказалась наша страна в связи с разрывом договора о малой и средней дальности ракетах, некой перспективе размещения этих ракет в Европе, против чего мы категорически против выступаем. Я уже не единожды об этом говорил. Поэтому никакого браться ни оружия здесь нет и быть не может. Просто речь идет о том, что мы также, находясь в этом котле, в этой горячей, можно сказать, политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры. Задачи, стоящие перед Госпоминпромом в 2019 году, в целом выполняются, в том числе и ваши поручения выполняются. Предприятия, которые входят в систему ГВПК, работают рентабельно, с прибылью, обеспечивается постепенное повышение заработной платы. Сейчас средняя заработная плата составляет 1600 рублей. К концу года будем выходить на 1700 рублей. Это достаточно высокий показатель. При этом хочу особо отметить, что мы занимаемся, как вы и поручали, не только теми предприятиями, которыми управляет Госпоминпром, но и всеми теми 155 организациями, которые входят в так называемый оборонный сектор экономики Республики Беларусь. Только не забывайте, когда говорите про зарплату, люди на это остро реагируют. Надо понимать, что это средняя зарплата. Средняя. Но у вас есть и низкооплачиваемые работники. Вот я посмотрел по ОРШе. Хорошо, что вы уже к концу года в среднем хотя бы выйдете на 1000 рублей. Но надо видеть, что в Госпоминпроме есть низкооплачиваемые работники. И их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к этой средней зарплате. Накнюдь я вас не толкаю к тому, чтобы вы платили людям незаработанные деньги. Да нет, надо сегодня напрягаться. Мы в рынке работаем. Что заработали, то и поделили. Но это тоже ваша проблема. Как оптимизировать численность? Но те люди, которые у вас работают, им надо платить зарплату, коль вы их наняли. Минимум, вот эту подушку безопасности для людей мы должны создать. И 1000 рублей, это, конечно, не какая-то там заоблачная зарплата, когда я устанавливал этот уровень. Но я понимал, что это тот минимум, который государство в среднем должно оказать поддержку, помощь, чтобы люди заработали. Продолжение следует...